Ананасы в условиях Арктики. Возможно ли это? Реально ли продлить красоту розы? И как правильно выпечь хлеб? На эти и еще сотню вопросов попытались ответить участники городского фестиваля науки. Участие в нем приняли не только школьники, но и воспитанники детских садов. Юных исследователей поделили на три конкурсных группы «Я сам», «Я исследователь» и «Территория открытий». Дети с удовольствием рассказали о своих научных изысканиях и дали практические советы всем интересующимся. На праздники науки побывала наша съемочная группа. Я сначала привезла с собой ананас, когда я была в отпуске, из Таиланда. Потом открутила у него верхушку и посадила его в банку с водой. С этого и начался научный эксперимент, над которым работает ученица 16-й школы Полина Рычкова. Хохолок ананаса, пустивший корни, был пересажен в горшок с землей. Растение потянулось вверх. Пытливая школьница уже третий год подкармливает почву, поддерживает оптимальный уровень освещения и влаги, ведет дневник наблюдений и чертит диаграмму роста. Ее задача – доказать, что тропический плод может созреть и в северных условиях. Я захотела, чтобы у меня вырос год быстрее, и я стимулировала его цветение. Взяла яблоко, разрезала его пополам, вложила сюда у ананаса и накрыла черным пакетом, чтобы газ не расходился, а был только рядом с ананасом. И прошла неделя, и через месяц или полтора, или даже два месяца получился цветонос. И он начал у меня расти. В городском фестивале науки представлено более ста работ. Они уже прошли отборочный этап в своих образовательных учреждениях и были признаны лучшими. Самые юные исследователи еще посещают детский сад, но уже готовы к смелым экспериментам. Под одобрительные возгласы зрителей дети Арктики устраивают настоящее извержение вулкана. Они точно знают, что с чем смешать, чтобы получилась лава. Клубникой! Пахло клубникой, точно. Все вулканы пахло клубникой, да? Моющие средства нужно наливать. Краску, перекис водорода и дрожжи нужно наливать. А потом перезайдет взрыв. Познавать окружающий мир, ставить задачи и давать на них ответы, использовать полученный опыт на практике – этому способствует фестиваль науки. Валерия Пугач и Агдалия Хосямова изучать физику стали недавно и заинтересовались процессом звуковых колебаний. Они демонстрируют, как при соприкосновении мокрых пальцев со стеклом и хрусталем рождается звук. Поющий хрусталь – выражение точное, говорят исследователи. А вот сделать из этого материала туфельки для золушки – это вряд ли. Хрусталь не годится в качестве материала для обуви, так как он не растягивается. Поэтому это может привести к судорогам ногам и анемению. Проекты участников оценивают жюри – 46 независимых экспертов. Их главная задача – поддержать юных исследователей, мотивировать для дальнейшей работы, помочь в обыденном увидеть необычное. Этот конкурс – это важная образовательная площадка. Эксперт не только оценивает работу, но он проводит и образовательную работу с ребенком. Он должен сделать все, чтобы у ребенка осталось желание исследовать, создавать проекты, чтобы осталось желание познавать неизвестные. По итогам фестиваля отобрано 20 лучших проектов, которые представят наш город на региональном этапе конкурса. Впрочем, здесь каждая работа заслуживает внимания. Прежде чем представить выводы, участники изучили научные труды, проводили эксперименты, чертили таблицы. Тех, кого наука затянула, всегда будут с интересом смотреть на окружающий мир, познавая его путем исследований. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс».